Прекрасное время в Боге Это действительно привилегия Это действительно милость Божья Аминь И сегодня кто-то еще не знает Бога Кто-то еще не пережил этой благости Кто-то еще не понял, что рядом с ним Господь Что и там его спасал И там был Бог, и там был Бог Но Бог, благодарим его за то, что он нам открыл себя Что он нам явил себя Спасибо, группа прославления огромная За то, что вы помогли нам войти в Божье присутствие И вы знаете, это действительно Я все больше и больше понимаю И осознаю, насколько важно Оторваться от того, что мы знаем Чему мы научились И пойти за Духом Божьим Я сегодня хочу говорить именно об этом И спасибо, я просто мой дух ликовал Когда я видела, что группа прославления Она сегодня старалась идти за Духом Божьим Я думаю, вы это ощущали и переживали Что Господь их вел за собой И они шли за Ним И они старались нас привести В присутствие Божье И Слово Божье говорит Слово Божье говорит нам Что вводим мы Духом Божьим Кто? Суть Сыны Божьей Вводим мы Духом Божьим Суть Сыны Божьей И сегодня Бог как никогда Он так хочет Просто чтобы мы поняли Какое-то счастье быть Вадимым им Какое-то счастье быть Вадимым им Какая это радость, когда Он тебя ведет Какая это победа, когда Он тебя ведет В твоей жизни, во всех сферах Во всех сферах Во всех И Дух Святой, Он действительно Он дан нам Как утешитель Он дал нам Господь Его Как наставника И написано в Слове Божьем Что Дух Святой Что делает? Он говорит и свидетельствует Духу нашему Что мы дети Вы знаете, каждый день Дух Божий Дух Святой Он хочет напомнить нам И напомнить нам о том Что мы Его дети И у нас есть Отец на небесах И мы не остались сиротами И мы не покинуты, не оставлены И я сегодня говорю себе и вам Что вы не сироты У вас есть Отец на небесах Мы не оставлены и не покинуты У нас есть Дух Божий Дух Святой Который хочет вести тебя и меня Вести во всем Драгоценное, но хочет вести во всем нас Но от нас зависит Позволим мы ему это или нет Он хочет вести меня как маму Чтобы научить меня любить моих детей Молиться за моих детей Понимать моих детей Никто не может мне дать этого Как только Дух Святой сегодня Потому что Бог на небесах Иисус на небесах Но Он не случайно послал нам Духа Святого И Он сказал Он, Он научит вас всему Он напомнит вам все Он наставит вас на всякую истину Он подкрепит и поможет вам Он научит вас молиться Когда вы не знаете, как и о чем Он, Дух Божий Дух Святой Он поможет и наставит И сегодня Господь напоминает нам И напоминает Напоминает и напоминает Чтобы мы поверили И вспомнили, кто живет внутри нас Кто живет внутри нас Дух Святой Дух Святой И в этом великая сила огромная Если мы только поймем, драгоценный Если мы только поймем, какую мы силу носим в себе Какого мы Бога носим в себе Какой Дух Святой живет в нас Какой Дух Святой хочет взять тебя за руку и повести Какой Дух великий в нас Который хочет научить тебя, как мужа Понимать свою жену Слышать свою жену Понимать своих детей Понимать себя, как священника если ты только просто подружишься с ним и дашь ему позволишь ему показать тебе как он хочет тебя вести как он хочет тебя сделать отцом каким он хочет тебя сделать мужем какой он хочет сделать тебя женой как он может через тебя служить он может сильно служить через тебя я сегодня хочу сказать что ни один человек сидящий здесь ни один ни один бог не сделал кого-то как привилегированными кого-то особенным он не сделал, он не сделал, он сказал ты мое дитё, на тебе Дух Святой, я помазал тебя и ты можешь идти с его силой, ты можешь идти в его, просто в его силе, ты можешь идти в его мудрости, ты можешь идти с его словом и делать то, что он желает и видеть в этом успех, видеть в этом Божью победу, видеть в этом Божью благодать и Божью руку. Аминь. Аминь. И Господь, Он воистину сегодня, вы знаете, Он напоминал мне многие пророчества. Почему-то сегодня Он напоминал и напоминал мне о пророческом евангелизме. Очень много людей, которые приезжали к нам, они говорили о том, что в последние времена Господь изольет от Духа Своего, как говорит Слово Божие, на всякую плоть. И всякий верующий человек, всякий, кто верит в Бога, любит Его, кто принял Духа Божьего, кто принял помазание от Него, кто принял утешение, утешителя от Него, он пойдет, он будет следовать за Господом, и он будет, просто будет высвобождена великая сила Божия через пророческие вещи. Через пророческие вещи. Но они происходят, они происходят в водительстве Духа Божьего. Я все больше и больше замечаю сегодня, не тогда, когда я пришла и говорю то, что я знаю, то, что, может быть, когда-то выучила, прочитала. Но когда ты говоришь то, чего ты не знаешь, когда ты позволяешь Господу просто открывать свои уста, и Бог, когда, помните, история о Самарянке, встрече Иисуса у колодца, когда Он ей сказал те вещи, те пророческие вещи, которые Он знал о ней, именно это ее зацепило, именно это открыло ее сердце, именно это ее коснулось. Она сказала, ты пророк, именно это как бы ее сердце просто открыло, и она побежала, начала рассказывать всем, что она встретила, встретила пророка, встретила Господа. И сегодня Господь, сегодня Господь хочет через тебя и меня, через тебя и меня, а ты можешь это делать. Мы не все пророки, но мы все можем пророчествовать, мы все можем нести слово, которое будет вовремя. Не просто то, что от бытия до откровения, но именно то, что нужно этому человеку, именно то, что нужно ему услышать в этот день, именно то, что ему нужно услышать, не обязательно он верующий или неверующий, но Бог может через тебя и меня каждый день мы можем служить друг другу благодаря Духу Святому, который в нас, благодаря Духу Святому, который в тебе, ты можешь высвобождать потоки воды живой, Слово Божие, которое будет вовремя, которое будет касаться, как тогда оно прикоснуло к самарянке, оно прикоснулось, оно прикоснулось к ней. И когда-то Иисус, когда только шел по земле и говорил, следуй за мной, одному ученику, другому, и тут подошел Нафанаил, по-моему, если я не ошибаюсь, и он его позвал за собой, ученик и говорит, пошли, мы встретили Господа Иисуса. Он говорит, а может быть ли, что доброе из Назарета? Он говорит, пойдем, посмотришь. И когда он подошел к Иисусу, он начал ему говорить, что я тебя знал, еще когда ты сидел под смокомницей, я тебя там еще видел и знал, и это коснулось его. Есть такие вещи в жизни, которые ты будешь встречаться с человеком, ты будешь видеть человека, которого не знаешь. Но если ты захочешь, чтобы Дух Божий двигался через тебя, и просто поверишь ему, ты будешь открывать свои уста, и ты можешь ему говорить такие вещи, которых ты не знаешь, но Бог знает о нем. И они будут касаться его, они будут топить его сердце, они будут давать ему вот эту веру, зажигать его сердце, желание идти за Богом, познать его и встретиться с ним. У меня был такой случай, когда я лежала в больнице, в палату зашла как бы девочка, и были выпившие, зашли выпившие ребята. И они знали, что мы верующие, они немножко так ухмылялись и смеялись, что мы верующие. И так закидывали какие-то такие некрасивые вещи, словечки. Но Дух Божий так просто сошел, что я открыла устаю, начала говорить этой девушке вещи, которые я вообще о ней не знала, вообще не знала, не видела ее никогда, первый раз я встретилась. Она начала плакать, говорит, откуда ты все это знаешь, откуда ты знаешь? Я говорю, я не знаю, Бог тебя знает, Бог тебя знает, Бог тебя любит, Он хочет просто вывести тебя, дать тебе спасение, дать тебе жизнь. И все замолкли, перестали говорить оскорбительное на Бога, потому что Бог пришел, через тебя может приходить Господь, там, где ты есть. Драгоценные, нам иногда кажется, что служение Богу – это что-то где-то, но ты можешь служить, ты можешь служить Ему на всяком месте, каждый день, в своей семье, своему мужу, своей жене, своим детям, на работе, куда бы ты ни зашел, в больнице, где бы ты ни был, в церкви. Когда мы приходим, мы можем не просто пришли-ушли, мы можем служить друг другу пророческими вещами, молитвой. Бог может показывать какие-то вещи, что мы можем сделать друг для друга. Иногда там маленькие, кажется, мелочи, но, может быть, в твоих глазах это мелочь, но для этого человека это так много, это так вовремя, это так необходимо, это так жизненно для него сегодня что-то услышать, что-то принять от тебя. Бог хочет двигаться через тебя, Бог помазал тебя, Он помазал тебя. На тебе Дух Господен, на тебе Дух Господен, на тебе Дух Господен, который хочет могущественно двигаться через тебя в любом месте, где бы ты ни находился. И много есть мест Писаний, так много есть мест Писаний, которые говорится, где Дух Господен, Он как бы поднялся внутри, да, и муж Божий пошел и что-то сделал. Дух Господний побудил, и муж Божий пошел и что-то сделал. Дух Господен открыл, и что-то произошло. Когда-то Ангел Божий явился к Корнилию и сказал простые вещи, сказал, тебе нужно послать людей, потому что в том-то, в том-то городе есть Петр, но он находится там, нужно, чтобы он пришел к тебе. Я услышал твои молитвы, и милостыни твои пришли ко мне на память. И нужно, чтобы ты послал туда людей, и я покажу, да, свою славу, свое чудо. И он послушался, а он сделал, как сказал ему Господь. И тут Петр, когда молился, он был, написано в изумлении или в вступлении, то есть он был в Духе Божьем, был в его присутствии, и было одно видение, а второе, третье, он не до конца его понял. Но когда пришли эти люди и сказали, что тебя ждет Корнилий, Господь сказал тебя взять и привезти. И он где-то какой-то, да, вначале вроде как бы упирался, но потом он пошел. И что произошло? Весь его дом, да, он собрал Корнилий, собрал родных и близких. И пришло спасение, пришло спасение через послушание Корнилий, через послушание Петра. Дух Божий сказал тому, Дух Божий сказал тому. И когда все это соединилось в одном месте, произошло чудо. Ты можешь быть тем человеком, который ты будешь соединять вот эти связующие, и Божье чудо будет происходить. И Божье чудо будет происходить. Нам только нужно научиться быть послушными Господу. Это не всегда может быть комфортно, это не всегда удобно. Потому что иногда то, что будет побуждать тебя делать Бог, иногда это не будет своим разумом соприкасаться. Но Слово Божье говорит, не надейся на разум свой, не полагайся. Во всех путях узнавай Господа, познавай Его, и Он направит стези твои. Будут такие моменты в твоей жизни, когда Бог будет побуждать, и твой разум будет говорить, нет, 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 не делай. А еще будет внутри такое происходить, что люди подумают. Так часто нам это мешает. Нам мешает мнение людей. Нам мешает страх. Мы иногда боимся сделать то, что Бог побуждает. Потому что, может быть, никто этого еще никогда не делал, а Бог тебя побуждает это сделать. Может быть, это выглядит как-то в твоем разуме не так, а Бог тебя побуждает это делать. И если ты просто переступишь через этот страх, поверишь Господу, доверишься Ему, и будешь шаг за шагом практиковать это послушание Духу Святому, ты будешь такую радость переживать, драгоценная, я просто делюсь с вами, это такая радость, когда ты через что-то, через свои страхи, через какие-то свои вещи, которые происходят внутри тебя, в твоей голове, ты просто переступаешь, ты доверяешься Богу, ты на все 100% никогда не будешь знать, а вдруг это не Господь, да? А вдруг не Господь? Ну как узнать, Господь это или нет? Как узнать, Его голос это или нет? Это происходит на практике. Когда ты делаешь, может, будут ошибки какие-то, будут, может, где-то мы будем ошибаться, но мы, если не будем пробовать, мы никогда не научимся. И когда Бог говорит, когда Дух Святой направляет, Он никогда не противоречит Слову Божьему. И мы как бы проверяем, что Он никогда не идет вразрез со Словом Божьим. И есть конкретно Слово Божье, которое мы берем и исполняем. Мы берем Его, да, в свою жизнь, и оно конкретно нам говорит. Если мы обиделись, оно конкретно говорит «прощай», оно конкретно говорит «не суди». Есть вещи, которые Бог конкретно говорит «молись непрестанно, будь постоянен». Но есть вещи в твоей жизни, которые тут не написаны. И ты приходишь в молитве, ты говоришь «Господи, как поступить?» Как поступить? Есть такие моменты, которые тебе просто нужно в ведении от Бога, в водительство от Духа Божьего, в водительство от Духа Божьего в твою семью, в твою жизнь, в твое служение, во все сферы твоей жизни. В водительство Божье. Нужно тебе и мне. В водительство Божье. И поэтому Дух Святой, Дух Святой, Он продолжает трудиться в тебе и во мне. Он продолжает трудиться в наших жизнях. Он продолжает и продолжает и продолжает учить нас быть, просто открываться. Вы знаете, когда мы поклонялись, Бог показал мне такую картину. Он показал мне, как будто вот вокруг нас кирпичики. Не вокруг всех людей, но вот как бы были люди, которые ограждены, как бы стеночка такая, кирпичик, кирпичик, кирпичик. И человек был закрыт, закрыт. Мы выстроили где-то стеночки, стеночки. И во время поклонения, просто во время присутствия Божьего, просто Дух Божий, как бы ангелы, они разбирали кирпичик за кирпичиком, кирпичик за кирпичиком. Они освобождали, освобождали тебя, освобождали меня. Они убирали эти стены, которые мешают Господу провести тебя глубже, прикоснуться к тебе глубже. Потому что есть вещи, которые ранили тебя. Есть вещи, которые ты не понимаешь. Есть вещи, через которые ты прошел, и тебе трудно сегодня. Есть вещи, которые где-то тебя разочаровали. есть произошли какие-то вещи твоей жизни которые где-то закрыли твое сердце даже для господа и когда ты поклоняешься богу когда ты позволяешь духу божьему привести тебя в его присутствие он просто разбирает вот эти кирпичики запомни каждый раз каждый раз когда ты приходишь его присутствие он просто разбирает эти стены и разбирает эти стены и опять разбирает эти стены потому что он хочет тебя он хочет быть с тобой близко он хочет близости с тобой он хочет твоего сердца и мы сегодня пели да господь возьми мое сердце господь я нуждаюсь тебе мы пели о духе святом и господь действительно сегодня хочет переждать пережить нам и понять еще больше довериться ему в том чтобы он нас вел зачастую очень часто мы можем позволять чтобы нас эмоции вели чтобы нас вели люди чтобы нас вели обстоятельства чтобы нас вели трудности чтобы нас вела буква закона но буква убивает а дух животворит и господь сказал что он сделано служителями нового завета не буквы на духа и он сегодня хочет чтобы ты ходил в духе ты ходил в духе и когда ты будешь это делать ты будешь иметь эту радость ты будешь иметь удовлетворенность в нем ты будешь иметь просто уверенность в нем потому что ты пойдешь туда где ты не был бог поведет тебя глубже бог поведет тебя дальше бог поведет тебя просто дальше дальше будут я не говорю что будет все легко но ты будешь переживать вот эту полноту которую никто не может дать никто не может дать когда ты позволишь духу божьему вести тебя духу божьему вести тебя и через слово божье через слово божье вы знаете сегодня так много информации которая может вести нас написано в псалме что господь пастырь добрый и он вводит нас к водам тихим и вы знаете я как-то читала книгу об овцах и пастух описывал такой момент и думала вода тихие какие то воды и он говорит что овцы они питаются водой из рек водоема колодцы могут какую-то лужу залезть попить если пастух не успел ее оттуда отвезти и не довел ее к чистым водоемом и потом проблемы у той овечки но еще она питается самая тихая вода это когда утром на траве много росы когда утром на траве есть роса и овца когда поглощает траву приходит в ее организм необходимое количество этой влаги воды и она рано утром встает она покушала сочной травы получила эту росу утреннюю и она потом что пишет пастух она идет уже такие места где нету солнышка потому что солнце уже начинает сильно палить она укрывается и она в покое у нее нету она не бегает она она в покое она не в суете она не не в поиске она в покое и вы знаете господь наш пастырь и он будет нас складом тихим и когда мы позволяем ему вести нас туда куда он хочет когда мы действительно утром почему и раньше ну а почему утром у мне больше нравится как бы ну ночью когда все спать или вечером у каждого из нас свое время но утром вот это утреннее время вот это утренняя роса она очень особенно для тебя и меня на весь день потому что когда ты напоен с утра словом его присутствием когда ты с утра смог перевести свой взор на него тогда ты на протяжении всего дня ты просто будешь покое ты будешь удовлетворен в нем ты будешь знать как пройти тебе те трудности то что тебе встретиться на пути в этот день у тебя просто будет от господа вот это потому что ты напоен с утра этой тихой водой этой утренней росой и почему это так важно потому что знаете чтобы идти за господом нам нужно слышать его нам нужно слышать им а чтобы слышать его голос нам нужно быть в покое очень когда мы в суете что нам мешает идти за богом когда мы в суете да это мешает когда много шума нам мешает услышать его что еще мешает когда мы долго у вас были такие моменты звонит вам кто-то по телефону а ты говоришь и говорит говорит а кто это зоя тасс ой вспомнила а мы не общались уже там допустим какое-то очень долгое время я не узнала ее голоса я не узнала ее голоса так происходит и с господом когда у нас прекращается общение господь нам говорит а мы говорим кто это а мы не можем узнать его поэтому нам настолько нужно быть в этом постоянными чтобы у нас были всегда близкие отношения с богом чтобы нам не прерывать слышать его не прерывать слышать его овцы мои знают голос мой идут за мной так говорит слово божие а мы овцы руки его и он хочет вести нас и он хочет вести нас на пожите свои зеленые к водам тихим и он успокаивает душу нашу и он знает чем нуждается твоя и моя душа и это очень очень важно драгоценные недавно мы бы было в сизу и тоже общались мы делились словом девочки рассказывали о себе немножко и были как бы бог показывал настолько все разные 1 сидит вот открыла просто уст вот так рот свой и сатрена впитывает ну земля знаете как говорится мягкая вспаханная уже она просто впитывает латает каждое слово 2 смотрела на меня и думает кто ты что ты вообще так этот выводишь вид наш человек как первый раз далеки ли это третья девочка видно было она очень это обижена на господа и много много вопросов почему бог так сделал почему не защитил почему 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 и так много и я просто внутри себя врела господа мне мудрости я без тебя не могу ну ответить послужить как бы им каждой и я понял такую вещь там где я не знаю честно говорю я не знаю что тебе сегодня сказать давай помолимся мы будем верить богу чтобы покажет или покажет почему или уберет твои просто почему они уйдут они уйдут и ты не будешь задавать богу эти вопросы и вот эта почва которая была сердце которая была просто распахнутая господь остановил как-то мое внимание на ней я ничего не планировала как-то одну что-то как-то с ней отдельно говорить или это просто потекло бог начал ей пророчествовать говорит такие вещи я ее первый раз вижу эту комнату привели как мы говорим комната там называют немножко по-другому привели первый раз я первый раз эту девочку ни о чем они вообще но бог знал бог знал она начала плакать и бог знает тебя я ничего тебе ты же мы первый раз встретились и она понимает что мы первый раз встретились но господь хотел ее коснуться господь хотел просто еще больше утешить ее он напомнил эти вещи которые были у нее раньше с господом она была с богом и как бы отошла было много разных вещей она попала в тюрьму и просто бог говорил к ней знаешь ты будешь встречать на своем пути людей которым бог захочет говорить через тебя я тебя просто прошу умоляю не бойся делать это не бойся потом такая радость огромная внутри когда ты видишь как бог действует как бог действует в сердце как он топит как он что-то делает сердцем человека как он что-то делать душой человек это такая радость внутри вы переживали это многие переживали знают но есть многие вы боитесь вы боитесь как бы начать вы боитесь шаг вперед два назад шаг вперед 2 начни это делать самое-самое первое что тебе поможет это поверь что в тебе дуб formulate то что бог сказал именно о тебе что ты по мазам именно о тебе он сказал ты помазан ты помазано дух господа бога на тебе дух господа бога на тебе и как веса и написано 61 главе как когда-то господь сказал да что дух господа бога на мне он говорил о себе сегодня ты можешь говорить эти же слова потому что иисус сказал то что я делал ты будешь еще более делать ты будешь еще больше делать и ученики когда иисус вошел на небо они это пережили поняли и павел понял и петр понял когда чудеса знамения являлись пачка вел молился не хочу не хочу чтобы моя проповедь она основалась на человеческой мудрости но чтобы твоя сила являлась явление твоего духа было чтобы ты подтверждал чудесами и знамениями слова свои и господь сегодня желает это делать особенно в это время на украине особенно в эти как бы нелегкие дни так нужно слово вовремя для человек для многих людей есть голод по богу есть людей голод по богу есть у людей разочарованы есть многие люди в депрессии и сегодня бог ищет тебя он ищет тебя он хочет дать тебе и через тебя он хочет знаете как вот сегодня дождь и кто не взял зонтика он сильно промок он сильно промок и кто может быть сильно промок и зашел в маршрутку еще куда-то те кто стояли рядом они тоже намокли когда ты пропитан им куда бы ты ни пришел ты будешь соприкасаться и люди тоже они будут от тебя пропитываться они будут пропитываться невозможно спрятаться от его помазание мы можем прятаться под зонтиком но когда это сильное излияние духа божьего я просто верю что просто действительно гордет сильное излияние духа божьего не становись под зонтик не закрывайся от господа он сегодня уже разобрал эти стеночки у многих не отгораживайся от него не отгораживайся от того куда он тебя хочет вести не позволь страдать удержать тебя от тех великих моментов от тех просто благодати божьих не позволь удержать просто доверься ему доверься господу и слово боже с первого стиха говорит дух господа бога на мне ибо господь помазал меня благовествовать нищим послал меня исцеляться крушенных сердцем проповедовать пленным освобождение узникам открытые темницы проповедовать лето господне благоприятное и день щения бога нашего утешить всех сетующих возвестись сетующим на сионе что и вместо пепла дастся украшение вместо плача или радости вместо унылого духа славная одежда и назовут их сильными правдою насаждением господа во славу его и застроит пустыни вековые и восстановит древние развалины и возобновят города разоренные и оставившиеся запустение с давних родов я хочу тебе сегодня сказать что дух господа бога на тебе он помазал тебя благовествовать нищим он послал тебя исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение и узником открытые темницы проповедовать лето господне благоприятное утешить всех сетующих бог через тебя не ты и я не мы мы ничего не можем дать когда приходим к людям понимаю ничего не могу дать как человек ничего не могу дать по человечески но когда ты позволяешь духу божьему когда ты позволяешь его силе те через тебя и ты получаешь и тот кому ты служишь ты получаешь и тот кому ты служишь это всегда так потому что она течет через тебя и многие люди свидетельствуют я молился за исцеление я исцелен и тут за кого я помолился и ты получаешь этот кому ты служишь что еще нам мешает что нам мешает написано знаете когда моем сердце есть ожесточение когда она грубила написано что я с трудом услышу борода и с трудом не вижу не слышу слово божие говорит иисус говорил не слышите и не видите когда сердце где-то ожесточилось когда где-то огрубела и поэтому нам нужно чтобы мы хотим быть воде моим но нужно слышать его голос а чтобы слышать его на на сердце чисто сердце мягкое сердце доступное поэтому у каждого из нас бывают моменты когда мы можем огрубить когда мы можем ожесточиться когда мы можем закрыться но нам нужно просто позволять господу убирать это где-то каяться где-то что-то оставляет прощать обиды и осуждения это тоже такая вещь которая не дает богу вести меня не дает ему вести меня потому что я не слышу в этот момент когда я обижена когда я осуждаю кого-то когда ожесточилась я не слышу его я не слышу его он хочет говорит чтобы мне послужить и кому-то но эти вещи мешают не грех мешает грех мешает также это как как стена между мной господом есть еще то что мешает это смотрите давайте мы откроем ефесянам 4 глава нефесянам 4 глава что еще нам мешает слышать господа 30 стих 430 и не оскорбляйте святого духа божьего которым вы запечатлены в день искупления всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас но будьте друг к другу добры сострадательны прощайте друг друга как и бог во христе простил вас и в другом месте написано что не угощайте духа святого знаете всякий раз когда мы оскорбляем и угощаем господа это то что перекрывает наше хождение за ним наше водительство духом святым и смотрите раздражение до ярость гнев крик злоречие это оскорбляет господа и это не дает ему вести тебя и меня если я угощаю его внутри своего духа внутри своего сердца а вы знаете как еще я могу угощать когда бог говорит мне что-то делает а я делаю как я хочу когда он что-то побуждает делать а я непослушно когда побуждает я непослушно это тоже идет как угошение это идет как угощение чем больше ты послушен тому что вкладывает бог чем ты чуть-чуть будешь слышать его и понимать его чем ты будешь лишь более более чутки в духу божьему послушание это как связующее что-то маленькое показал ты сделал что-то маленькие просто ты проснулся тебя сестра раз и всплыла как вообще да как бог как это очень бывает очень просто мы просто эти мысли какие-то понимания мы их не не успеваем ловить или мы сильно сконцентрированы на своем или увлечены чем-то своим или невнимательны мы просто пропускаем такие моменты которые просто бог показывает показал какую-то сестричку такое пришло желание позвони ты так раз вроде ну подумал это твое желание может какая-то вторая мысль пришла чу и звонить что я буду сегодня звонить не буду или некогда спешу уже да и откинул а это может быть дух святой побуждал тебя уже может что-то у нее случилось или депрессия ли плохо ли может бог хотел как-то через себя поддержать или сказать какие-то слова хорошие или может быть и кто-то давно уже никто не звонил просто приходит что-то приходит что-то в твой твой разум твое сердце это понимание вот и приходишь церковь и никто не видит а ты увидел что этот брат уже два года ходит в одной кофте в одной тоже или курточки почему-то никому господь а ты заметил ну ты просто заметил и ушел а может быть это дух святой обратил твое внимание потому что ты имеешь возможность покрыть его нужду ну что у него не хватает на себя он все детям детям жене еще кому-то она себя он он не может не получается у него и господь нашел тебя чтобы ты это заметил и это покрыл это дух святой это его водительство и во многих во многих таких вещах когда дух божий просто может вести знаете когда сидел человек у храма когда просил милостыню проходили ученики и они могли бы да ну пройти мимо у них не было то денег он просил деньги не у нас то денег нету моли дальше пойти но я верю что что-то внутри поднялось они не просто так подошли сказали так просто вставай ходи да так дух божий дух божий который был в них он через них они открыли свои устаю не сказали с дерзновением денег нету до серебра и золото нет но встань во имя иисуса и ходи они дали ему что-то больше больше чем деньги они дали ему ту мечту они были каналом через который господь просто исполнил его мечту он больше всего на свете у них денег то хотел он хотел ходить он хотел ходить своими ногами и они были каналом вы знаете нам нужно доверять нашему богу и действительно понять в кого мы уверовали чтобы не бояться давать ему двигаться чтобы бог мог поднимать хромых поднимать просто исцелять слепых когда-то иисус подошел до к слепому и сделал такие странные вещи взял грязь плюнул там помазал сказал иди там умойся это какие-то непонятные вещи но иисус говорил ничего не делаю пока не вижу отца творящего ничего не делают себя господь открыл ему это сделать и произошло чудо я себя проверял думаю господи наверно 10 ты мне сейчас сказал вот это сделать наверное я бы не решила я бы не решилась пойду 2 почему почему я зациклена на себе я думаю что я это буду своей силой сделать я не доверяю тебе почему господь и зачастую у нас есть эти моменты где нам надо вырасти нам надо вырасти в доверии богу нам надо вырасти просто в том чтобы он нас вел он нами руководил аминь аминь и действительно то что вот это пути это нам поверить что он нас это нам не откидывать вот эти вещи которые приходят но размышлять от господа это пришло господь может быть хочет не полагаться на разум но делать эти шаги пробовать послушание тому что услышал послушание и будешь просто радость огромную радость переживать был еще такой случай тоже как-то молилась и господь просто показал ну как бы дал пониманию молитве просто дал понимание в молитве когда я проповедовала что я не пела бог давал стихи я не пела ну так что просто взять и петь я внутри была борьба честно вам скажу господи меня нету голоса такого но что я стану буду петь дуку репой-пой и было страшно было как бы думаю ну как петь и вы знаете когда ты просто делаешь это бог что-то делает с тобой и с другими людьми кому ты служишь если тебе бог скажет твой драгоценный твой если бог скажет благослови кого-то благослови все скажут подойти обнять кого-то подойди обними если скажет сказать кому-то слово подойди скажи если захочет пророчествовать через тебя делай это вы знаете господь хочет сегодня чтобы мы пошли за ним во всем в молитве служение в общении что он сказал где я там и слугам и будет я сказал следуй за мной следуй за мной и просто следовать за ним это значит действительно следовать за и мы этому учимся следовать за ним это не так что я я иду как я хочу делаю что я хочу делаю как я понимаю бог хочет вести тебя меня он действительно хочет вести тебя и меня каждый день аллилуйя боже слава тебе господь слава тебе господь дух святой на тебе дух святой в тебе и он будет все больше и больше давать тебе переживать его присутствие чем больше ты будешь послушен ему ты будешь даже может быть где-то в магазине где-то на улице он даст ощутить тебе себя и ты просто будешь понимать от того что он дал пережить себя вот просто так на улице что он сейчас что-то хочет делать через тебя и и просто будет послушанному не бойся и бойся мнение людей не бойся делать ошибки не бойся делайте что бог желает он будет вести тебя дальше и бог сказал не упивайтесь вином исполняйтесь духом святым будет исполнять тебя все больше и больше духом своим святым и я просто верю что когда мы будем поклоняться богу драгоценная группа прославления просто верю что бог будет помогать вам в песне в музыке все больше больше идти за ним я просто верю что в ночных молитвах в любых молитвах на служениях просто дух божий будет управлять дух божий будет управлять каждой молитвой и мы в этом будем переживать великую плод мы будем видеть плод ты будешь видеть плод своей жизни если только позволишь духу святому вести тебя он тебе напомнит он тебя научит он тебя наставит просто позволь ему и шире карамасы деды кей о рабочем рогера мастер и деды лай о рыбе джигер а москандир лари крем деды лей рбс и реком расти реки джизы воля прондыщ ты давай эти заварики эндолари таларе джам расситы лай слава 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 тебе господь халлилуйя господь и чекера масса дыреки чизы лайк ты молишься говоришь господи господи молюсь а может своим неспасенным господь молюсь уже долго не знаю как приобрести его не знаю как и вы знаете просто это даже не один человек но многим женщинам бог говорит бог говорит позволь мне позволь мне научить тебя любить своего мужа просто перестань его учить перестань ты его вести просто люби его научись принимать его и дай мне вести его и дай мне вести тебя я скажу тебе как и как его любить как ему послужить чтобы его сердце растопилось просто позволь его водительство в твоей жизни и ты увидишь плод ты увидишь результат и чекером ассамбра лари джамрой у рыбе щибрик и рамас и дилей о рыбе кичи роли ртин доллара брандила и кто-то просто ты уже давно не поклонялся богу ты поклоняешься только здесь церкви от служения к служению но господь скучает за тобой и он говорит приходи домой просто поклоняйся мне с прославляя меня говори со мной и я хочу приходить к тебе я хочу любить тебя я хочу вести тебя я хочу ответить тебе на многие вопросы я хочу показать тебе то о чем ты даже не понимал и не подозревал я хочу открыть тебе многие вещи я именно в поклонении ты будешь получать свободу от своего греха 7 чем ты борешься долгое время ты борешься и просишь боже убери это боже убери это она не уходит но бог говорит именно в хвале и поклонение хвале и поклонение придет свобода придет свобода придет свобода когда ты будешь поклоняться придет сила и при просто эти оковы рухнут многие оковы твоей жизни рухнут с чикаром ассамбрит уанды бересты то ура массам рекам ночи на май о мальчике рома сам брат и юной рекрама дели кучи зина бог прямо сейчас уже кому-то говорит что-то сделать прямо сейчас прямо сейчас бог тебе показывает какого-то человека чтобы прямо ты сейчас это сделал я не знаю что это может вы хочешь чтобы ты подошел кому-то возложил руки может обнял уже сказал слова послушай его сейчас просто сделай то что он сейчас себе открывает и говорит и к миджи мерикам о миджи мэри карма сету бранды о мэти мэри роли там бро баба басинду о машин региона мама маджа на святой просто будь сейчас внимательно к нему к нему к нему к нему свое сердце к нему поверни свое сердце к эшти про кай и шипра баба фитули о мэши для воды о мэр башенбульт и лои sieра ла 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 гимбро хосанинилы и долго снидер до сета шалалай эштира ла 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 я кэром асимбра лари эгимма мау гибарарик амбра шибаропром брод cric а чеке я мостом протила реки до ты только на этого этого а нужно поиграть мелодию дух святой падними над землей этот припел широ ларира джима рарарарарарарарара корана мама машина мама ма-мана гендюм на ромаши баба васпитул о леля ля ле ле бог кого-то призывает ходатайству просто хочет ходатайству через тебя это когда то са будет проявляться все больше и больше силе ты будешь просто ночью иногда будет будить тебя он уже это делал неоднократно но где-то ты угасил это и он опять обновляет это в тебе он будет подымать тебя ночью подымать тебя днем подымать тебя в любом месте и просто ходатайство духа то что будет высвобождаться через себя и чекарам оси товара массы и дуа чекарам оси к декарам а джинам о массах хиро-рарина река рома стекла хиро-рарина рекомендачу чили река рома сандрова подымай души подымай дух святой подымай нас выше глубже веди нас господи подыма на всякой суетой подыма на всяким грехом подымай господь над теми обстоятельствами которые удерживают вытаскивай всех вещей эмоциональных которые уводят тебя пусть думу божий видео вадимы духом божьим суть сыны божьи эти оси будет пространством и везде от всего земного никакого плотского живущие полотью рука но живущие по духу будут жить живущие по плоти юмур можно ты хочешь дать жизни мир ты хочешь ждать жизнь и мир научилась дракать быть водимыми тобой духом твоим духом божьим духом святым духом истины подымай господь подымай каждое сердце подымай каждое сердце подымай каждое сердце этот вечер господь подымай каждое сердце кого-то нету сегодня в этом зале вы смотрите по телевидению вы смотрите и прямо сейчас просто вы переживаете такое сильное божье прикосновение сокрушение и ты просто как бы такая внутри больше у тебя очень были близкие отношения с господом где-то ты потерял и к спу сегодня говорит я восстанавливаю я восстанавливаю я восстанавливаю эти отношения прямо сейчас просто принимай веру принимай вера это восстановление господь разбирает эту стену которая выросла между тобой ним просто разбираются он разбирается щекаром асадула щекаром а ты кроме короба ты кроме джима не курбаты клерва диреку чекра масса сын джонова маджики деклара бачили мама машину за андре кара мама маджики деклара бачили реке у кого-то сильно питался это мнение людей ты не можешь никак прорвался ты все время думаешь как люди думают как люди думают многие вещи ты даже хорошие добрые делаешь из-за того чтобы люди хорошо думали и бог сегодня он желает чтобы ты начал ходить пред богом своим чтобы но начал ходить пред богом свою он просто сейчас хочет поднять тебя на мнением людей если это ты просто скажи ему господь это я это я я не хочу ходить перед людьми скажи сегодня хочу приходить только при табой потому что тут походит перед человеком потуха ждать человеком не мой диджей угодить богу никогда он не может угодить блогу а бог желает чтобы ты угождал ему чтобы ты прославил его имя и он сегодня просто подымает тебя подымает тебя над всем человеческим подымает тебя подымает тебя над земными над земным и суевер ничего не значащим не стоящим он подымает тебя туда, где все значимо и где просто ценности Божьи и вечные, непоколебимые, великие в Боге, в Боге, в Боге, щиро, о Господь, двигайся, Дух Божий, дыши, Дух Святой, подымай, подымай нас, Господи, подымай нас, подымай нас, подымай, Господь, к себе, Господь, забери каждое сердце, пусть так будет много тебя, пусть небеса будут в нас, чтобы люди соприкасались с Твоим небом через нас, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Ты его дитя, Ты помазан, Дух Божий в Тебе, Ты можешь открывать свои уста и пророчества, Ты можешь молиться, Ты можешь возлакать руки, Ты можешь говорить слово вовремя, Ты можешь все это делать, потому что Он в Тебе, потому что Он будет это делать, а Ты просто доверяй, и наблюдай, и наблюдай, как это чудесно, когда Он движется, Он носился над землей, Дух Божий носился над землей, и происходили чудеса, и они не перестали происходить, они продолжают происходить, и Бог просто хочет, чтобы мы замечали это, все замечали, были благодарны, были довольны, чтобы раздражение, чтобы злости не было, чтобы не было критики, ворчания внутри, чтобы было настолько благодарное сердце, довольное им, 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 Богом святым, слава Тебе, Он продолжает носиться над землей, Он продолжает совершать невероятное, Он продолжает творить, творить, творить в твоем сердце такие вещи, непоколебимые, вечные, Он продолжает созидать тебя для славы своей, потому что любит тебя, потому что ты дорог, ты любим, ты драгоценен, ты важен, ты важен для Него, ты важен для Него, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, спасибо, Господь, Аллилуйя, 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 Некоторые люди, вы перестали молиться на языках, вы очень-очень мало молитесь на языках, и просто Бог говорит сегодня, начни просто молиться на языках, петь на языках, открывай свой устав, ты будешь назидать себя самого, придет сила с небес, придет мудрость с небес, ты будешь наполняться любовью все больше и больше, ты будешь иметь чуткость к Нему все больше и больше, просто будет приходить легкость, будет уходить усталость, молись на языках все более и более, молись на языках, молись на языках, говори тайное сокровенное Ему, не умолкай, не умолкай, и ты увидишь великие изменения внутри себя в первую очередь, и Бог через себя сможет делать больше и больше, больше и больше, во всякое время, на всяком месте, драгоценном, мы можем служить Ему, и Он этого жаждет, мы можем быть водимым, и Он этого хочет, Он хочет вести, вести к водам тихим, вести туда, туда, где покоиваю мир, где Его полнота, привести нас в небо, и вы знаете, можно сегодня ждать многого, кто-то ожидает успеха, кто-то мира на этой земле, кто-то ожидает еще чего-то, нам нужно с вами ожидать Господа, нам нужно с вами каждый день ожидать Господа, нам нужно с вами ожидать Господа, Дух и невеста говорят одно, приди, Дух и невеста говорят, приди, Дух и невеста говорят, приди, Аллилуйя, 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 Мы поклоняемся Тебе, драгоценный Господь. Мы благодарим Тебя за эту милость Твою, за Твое присутствие, за Твой Дух Божий, за Твое Слово, за все, что Ты делал сегодня в этот вечер с нашими сердцами. Пусть Тебе будет слава, драгоценный. Тебе, великий Царь, Тебе, великий Бог, мы любим Тебя. Мы истинно счастливы, что мы не сироты, мы не оставлены, что у нас есть Дух Святой, утешитель и наставник, помощник и Дух Истины. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь, что мы сегодня немножко дальше, где были. Ты повел нас дальше. Помоги не возвращаться назад. Помоги продолжать идти за Тобой каждый день, каждое мгновение. Каждое мгновение. И сделай наше сердце и дух чутким к Духу Твоему, чутким и мягким, чутким и мягким, и послушным. Иисус, во имя Иисуса. И пусть вся слава, вся честь и хвала будет Отцу, Сыну и Святому Духу. И весь народ нас скажет Аминь. Слава нашему Господу драгоценному. Водимая Духом Божьим, Суть Сыны Божьей. Аминь. И Дочери Божьей. Я Вас благословляю, драгоценная. Чтобы мы все ходили в Его просто в Его времени, в Его помазание, в Его силе и славе. Аминь. У нас это получится. Потому что Он поможет. Субтитры создавал DimaTorzok